Почему в собственных неудачах мы ищем причину в окружающих? Дело в том, что само искание правильной жизни, верной, правдивой, святой, оно глубоко, глубоко сидит в душе человеческой, потому что человек – образ Божий. Но искажение в грехопадении в том и проявляется, что мы вместо того, чтобы исправлять себя и достигать самому этой правильности, мы начинаем искать оправдание своей неправедности какими-то внешним причинами. Ну, а внешние причины – самая первая какая? – жена, муж, друзья, товарищи, начальство. Вот тут начальство – снизу доверху мы. Все плохие. Я только и слышу, что все плохие. Все. Это просто поразительно, до чего докатились уже, с каким опломбом все. И президенты, и патриархи, и чиновники, и архиереи. Слушаешь, падаешь на колени – только один ты святой. Как ты этого достиг? Помоги мне, пожалуйста. Один святой на свете, все плохие. Недаром дедушка Крылов сказал, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться. Христос сказал, что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в своём не видишь. Видите, в каких формах выращается наша искажённость. Чтобы посмотреть в себя, мы всех вокруг поливаем, что называется, грязью. Вот это причина искажённости, но которая, это, надо сказать, объективная. А причина в нас, что я и не хочу согласиться с тем, что я плохой. Они плохие. Они плохие. Если б я был патриархом, ух, я бы что сделал? Ужас один, что только отовсюду. Так вот, святые отцы и говорят, что с тех пор, пока ты осуждаешь других, ты не будешь помилован. Почему? Как у тебя, может, ты других осуждаешь, а себе просишь, Господи, помилуй? Он притчи показал Христос, как, что было. Просил ему 10 тысяч талантов, а не отпустил каких-то 100 рублей. Ну вот, и расплачивается. Так и мы, мы всё теряем, всё теряем, всю помощь Божью мы теряем, чем? Осуждением других людей. Осуждением. Вместо того, чтобы на себя посмотреть, Господи, помилуй и меня, и их, всех, кого я вижу, что они поступают неправильно. Но я вполне понимаю, почему они неправильно поступают, потому что и я неправильно поступаю. И меня поставили на их место, я ещё 10 раз хуже бы поступил. Вот в чём дело. Господи, помилуй всех, и меня, и их. Нет, нет, я бы такого не сделал. О, гордыня, махровая гордыня, прям дышит, дышит. Какая же тут благодать Божия может после этого во мне быть? Да Бог убежит от такой гордыни. Вот в чём причина, что мы так ведём себя. Поэтому святые отцы сказали, что самый страшный грех – это самооправдание, потому что этот грех закрывает полностью дверь к покаянию. Покаяние. Я оправдаю? Нет, я всё хорошо делал. Это она виновата, а не я. Он виноват. Это они такие. А я хорош. Всё, мне не в чем каяться. Я хороший. И поэтому такого человека и изгоняет Бог. Ну, иди к таким же хорошим, как ты. Такому человеку не нужен Бог, не нужен Христос. Никто не нужен. Он хорош. Он только всех осуждает. Самооправдание – один из самых тяжких грехов в человеке, закрывающий ему, человеку, Христа. Продолжение следует. Продолжение следует.